Московский ЦСКА в ранге лидера чемпионата России встречался с Раменским Сатурном РЕН-ТВ. Армейцы, потерявшие очки в последнем туре в Олиске и не собиравшиеся повторять подобных ошибок, с самого начала матча захватили игровую инициативу, которой и владели до самого конца встречи. Однако по настоящему голевым моменту ворот соперникам удавалось создавать в основном со стандартов, традиционно исполняемых Роланом Гусевым. После одного из них Игорь Яновский ударом головой открыл счет. Но не проходит двух минут, как первая за матч опасная атака армянчан также завершилась голом. Отличился Сергей Рогачев. А несколько минут спустя тот же Рогачев имел возможность забить еще, но мяч после его дальнего удара прошел совсем рядом со штангой. Пропущенный гол заставил армейцев заиграть активнее. Однако абсолютно неразрешимых задач перед обороной Сатурна красно-синяя атака не ставила. Больше всех старался Сергей Симар, который весь матч провел на позиции нападающего. В паре с Денисом Поповым. В конце первой половины встречи удар Симака после розыгрыша углового пришелся в скопление равенских защитников. А в начале второго тайма капитану армейцев просто не хватило везения. Его опасный выход к воротам завершился тем, что мяч буквально остановился на ленточке. Тем не менее, Симаку все же удалось забить. Воспользовавшись позиционной ошибкой обороны соперника, нападающий выскочил один на один с вратарем и снова вывел команду вперед. Забитый гол придал армейцам уверенности, но одновременно и успокоил их. Лишь неутомимый Симак продолжал создавать у ворот гостей опасные ситуации. А на 78-й минуте Петр Выстрок после нехитрой комбинации неожиданно сравнял счет. Ничья никак не могла устроить армейцев, однако в итоге им не пришлось довольствоваться даже одним очком. На 90-й минуте Денис Евсиков потерял мяч на своей половине поля, дав начало контратаке Сатурна, которую точным ударом завершил Андрей Мавсисян, принеся своей команде победу. В результате 2-3 и ЦСКА теряет свое лидерство. Субтитры создавал DimaTorzok